Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас заказ по 15 каталогу Фоберлик. Здесь много новинок, много всего интересного. Итак, поехали! Такие две коробочки счастья. Давайте по порядку. Давайте начнем с маленькой коробочки. Что-то у нас тут с вами положили отдельно. Очень интересно, что она совсем мягкая. Я думала, что подгузники будут отдельно, но, судя по всему, нет. Кстати, заказ задержался на сутки. Он должен был прийти вчера, в среду, как обычно. Но пришел в четверг, и в среду вообще не было доставки на пункт выдачи. И многие девочки писали тоже, что им заказы задержались. Не успевают. И уже буквально вчера мне пришло сообщение от Фоберлик, что нет средства для купания в наличии. Как бы его из заказа берут, сумму изменят и так далее. У него еще был неоплаченный, как раз заказ. В отдельной коробочке корм для кота. Представляете? Корм для кота. Это вкусная курочка для любимых котят. Здесь 5 штук. Слышала, что корм для кошек выводят. Это очень печально. Моему коту нравится. Я ему беру побаловаться. Не даю сейчас на каждодневной основе, но периодически даю. Он очень любит. Ему больше всего понравился для котят. Больших упаковок, по-моему, корма уже вообще никакого нет. А маленьких, маленьких вообще, по-моему, только для котят у нас было. Его и взяла. Он его оценил больше всего. Не знаю, есть ли смысл вам говорить уже артикул. Артикул 162.06. На этом и закончим. Так, теперь вскрываю вот эту вот огромную коробку. И предлагаю начать с подгузников. Потому что это самая большая упаковка в моем заказе. Кстати, она достаточно компактная, я вам хочу сказать. Потому что 54 штуки от других производителей, ну или приблизительно такое количество, выглядит гораздо объемнее. Пусть она вот, видите, какая маленькая. Я взяла четверку. Мы носим четверку от других брендов пока. И я обязательно протестирую. С радостью бы надела на ночь, но Крестюшка уже спит. Обязательно протестирую. И в течение двух дней на Дзене выложу подробный ролик, что, как и почему. Да? Это 7-14 килограмм. Мы весим где-то 9,5 килограмм. Здесь у нас... А, здесь у нас не 54, здесь у нас 46 штук. И это трусики, да? Мы уже подгузниками не носим. Мы носим трусиками. Дышащий мягкий материал. Все здорово. Я знаю, многие девочки ждут отзыв. Много девчонок сегодня уже в чате центрального региона спрашивали отзыв. Поэтому я обязательно завтра потестирую. Сразу вот с надзенем расскажу. Здесь есть ручки, что тоже очень удобно. На самом деле я вот так вот ищу артикулы и не могу его, девчонки, найти. До такой огромной пачки. Нашла 910-413. Давайте скорее вскрывать. Здесь у нас с вами есть такая полосочка, да, по которой мы вскрываем. На самом деле я что-то с ручками подгузников на своем веку не помню. Достаем. Слушайте, они безумно тонкие. Они безумно тонкие, смотрите. Поэтому упаковка такая компактная, не очень тоненькие. Поясочек мягкий. Действительно очень мягкий. Вот то, что прилегает к животику, оно прям мягкое-мягкое. Здесь есть полосочка сзади. Вот такая она не на всех подгузниках сейчас есть. Особенно на бюджетных. Которые мы с вами отлепляем, когда подгузник использован, чтобы закрутить его, завернуть как следует, да, и выкинуть. Так, что по размеру пока вроде как нормально. Четверка, четверка. Смотрите, вокруг ножек тоже есть защита. Здесь двойная, то есть защита. Сразу скажу по ценовой категории. 1300 с чем-то с моей скидкой за 46 штук. Это сейчас средняя цена на подгузники. То есть средняя. Есть дешевле, есть дороже. Мы берем дешевле на самом деле. Когда бывают великие акции, мне удается урвать за 1180 штук. Да, я не буду называть производителей. Вот здесь как бы получается чуть подороже, но это средняя сейчас цена. Очень хорошо выполнены ножки. То есть защита от протеканий, она есть. Она здесь на ножках двойная. Это здорово на самом деле. В тех подгузниках, которые я беру сейчас, такого именно нет. Поясочек тянется хорошо. Достаточно хорошо. То есть если ребеночек пухленький, будет тоже нормально. Мы не пухленькие, но животик у нас есть. Будем пробовать. Что внутри? А, есть индикатор. То есть индикатор у нас с вами есть тоже далеко не на всех подгузниках, особенно на бюджетных, которые вот я сейчас брала, его нет. То есть индикатор, когда подгузник достаточно полный, у нас с вами меняется цвет. Не знаю, на какой он здесь будет меняться, возможно на голубой, да? Что у нас с вами внутри? Внутри очень мягкая, мягкая такая ткань. Она немножко ребристая. Немножко ребристая. И здесь как бы посередине, видите, такая, как будто пустота что ли, а по бокам наполнитель какой-то есть. А посередине как будто пусто. То есть, наверное, когда жидкость будет попадать, он будет распределяться. И где перед, вот тут, вот тут вот тоже много, достаточно наполнителя. То есть, мне кажется, для мальчиков это очень хорошо. А для девочек, я не пойму, почему посередине пусто. Вы знаете, я ни подгузники так в жизни не разглядываю, как разглядываю подгузники фаберлик. Может так и на других на самом деле. В общем, вот так, девчонки, пока все очень неплохо. Действительно очень мягкая вот эта вот часть. Действительно очень мягкая. Здесь на четверке нарисован динозаврик. Написано, Ума, фаберлик Ума. Вообще, мне качество нравится. Мне качество нравится. С чем я, допустим, могу сравнить? Могу сравнить с достаточно дорогими подгузниками. Не с бюджетными. Не буду тоже бренды называть. В общем, подробный обзор от и до я вам весь подгузник разложу в ролике коротком на цене. И оставлю свой отзыв, когда мы с Крис его поносим завтра. Весь день их поносим. Когда на ночь одену. То есть, получается, через день будет подробный отзыв. Так, дальше, девчонки, у меня губы не накрашены. Давайте с вами тестировать новинку помады. Девочки мои в Телеграм уже писали. Зеркало достану. Что им не понравилось. Некоторые девочки получили заказ, как ни странно, в среду. Они везде, значит, задержали. У меня оттенок самый светлый. Он первый идет в ряду. У меня немножко севший голос, но перебаливаю. Не обращайте внимания. Так, артикул. Слушайте, если они тут артикул еще не написали на упаковке, не вижу. Вот честно. Дата производства. Вот серия Эцкле вообще уникальна. Землянично-банановый. Как-то так называется оттенок. Я не вижу на упаковке тоже артикул, девчонки. Но они издеваются, слушайте. А, вот, 405-45. На упаковке есть. Такой самый нейтральный звезд. Остальные показались ядовитыми. На самом тюпике, кстати, тоже есть. На наклеечке внизу. Вот, слава богу. Такой лаконичный, приятный дизайн. Цвет камеры вам делает ярче. При естественном освещении вам сегодня сводчик, к сожалению, я уже не сделаю, потому что уже поздно. Но обязательно в Дзене тоже завтра-послезавтра подробный ролик на это средство сделаю. Как носится и так далее. Давайте тестировать оттеночек. Ой, какой здесь огромный спонж, девчонки. Сам спонж такого яркого цвета, немножко скошенный. Как обозвать этот цвет? Даже не знаю, девчонки, как вот его обозвать. Здесь есть сиреневый потон, который вам камера сейчас не передает. Такой вот темная пыльная роза. Тауп-тауп, темный тауп. Цвет красивый в тюбике. Давайте пробовать на губах. Сейчас давайте я вам на руке сразу просвучу. Ой, нет, на руке совсем другое. Это точно какая-то полупрозрачная текстура, как мне девчонки писали. У нас просто заявлено, она как кремовая. Я очень сильно сомневаюсь. На оттенок на моих губах сильно внимания тоже не обращайте, потому что татуаж. Совсем, совсем полупрозрачная текстура. Совсем. Очень вкусно пахнет. Действительно пахнет землянично-банановым каким-то муссом. Очень вкусно. Вот на нижней губе уже нанесено, да? Оттенок в целом неплохой. Но он полупрозрачный. Здесь прикольный состав на самом деле. Сегодня изучала на сайте. Здесь очень много, большое количество натурального сока, различного в составе и экстрактов. То есть это такой продукт, явно не кремовый, как заявлено. Но оттенок мне нравится. Такое ощущение, что стянутся какая-то на губах слегка появляется. На вкус, слушайте, тоже похож на йогурт на самом деле. Похож. Очень похож на йогурт. То есть вкус прикольный. Чувствуется немножко какая-то химоза, но напоминает прям какой-то йогурт с кусочками земляники. Попробуем наслоить. Нет, оттенок красивый, мне нравится. Он очень благородный. Но они все какие-то яркие. Вот видите, я взяла самый светлый. И то, по факту, какой он получается яркий. Это такой с очень интересной текстурой. Бальзамчик, даже не бальзамчик. По текстуре, да, действительно, больше похожа на тинт. Потому что она какая-то вот такая водянистая. Вроде как, знаете, какой-то холодок. И небольшое легкое покалывание на губах еще присутствует. Не знаю, за счет чего. Мне кажется, то ли вот этот оттенок, то ли какие-то компоненты в составе увеличивают губы. Вам так не кажется? Какой-то легкий холодок и легкое покалывание. Я еще хочу попробовать подарить себе миллиметр, но мне кажется, вот этим средством миллиметр себе не подаришь. Хотя немножко вот на верхней губе выехала на контур, за контур. Но нет. Нет. Получается просто размытый контур. Интересный продукт. Давайте оставим его на губах и будем дальше смотреть заказ, потому что я пока не знаю, что про это сказать, честно. Оттенок красивый. По стойкости, вот сейчас с вами проверим. Пока выглядит на губах, выглядит, да, как кремовая помада. Ощущается на губах очень странно. То есть я чувствую это. Я это чувствую. И легкий холодок и покалывание. Как будто какой-то тинт нанесли с ухаживающими свойствами. Очень странный продукт. Такого Фаберлик еще однозначно не было. Ни на бальзам, ни на что не похож. Ни на тинт из серии Склео тоже не похож. Пока он отпечатывается, она, помада отпечатывается, да. Есть легкая липкость. Но постепенно губы приобретают матовый оттенок. В общем, давайте пока дадим время, посмотрим дальше. Так, ну что, остальные новиночки ставлю потом. Две пачки влажной туалетной бумаги взяла. Детскую обычную, артикул детской 304.01. Артикул обычный 304.00. Хорошая туалетная бумага, которую можно смывать в унитаз. Но нужно ли? Не знаю. Снимала интересный ролик про туалетную бумагу. Цель никому не хочется. Пройдите, посмотрите. Заказала себе маечку. Очень мне захотелось. У меня все именно маечки на лямках в таком формате пришли в негодность. Захотелось обновить. Размер 2XL 95, хлопок 5, эластан. Артикул 920.0.25. Маечка обычная, черная, таскать по дому. Я люблю, у нас дома жарко, у нас дома хорошо топят, поэтому я люблю в шортах и в маеке рассекать. Здесь вот такая бумажка еще была. Вот в такой вот на лямочке. Слушайте, классная маечка, она такая декольтированная. Видите, здесь декольте даже обработано интересно, то есть отдельно пришито. Лямочки у нас с вами. И сзади просто ровная спинка, вот так. Видите, декольте у нас с вами пришито. В целом материал на ощупь очень приятный. Хлопочек 5% эластана, но она очень хорошо тянется. Прям очень хорошо. Потому что прикольная майка. Завтра прям девчонку в дзене, в ней покажусь. Пёркатон Фаберлик. Так, хорошенькая, слушайте, хорошенькая. Достаточно такая широкая, большая, шортиками. Ну, я еще померю в конце видео, наверное, покажу вам тогда. Так, что взяла еще из одежды у нас с вами? Взяла Ксюши носочки. Размеров совсем детских носков не было, поэтому взяла меньше, чем положено. Но надеюсь, что они подойдут. Размер 18-20 ей взяла. Артикул. Они в разных цветах представлены, но больше 20-го размера на складе нет. Может быть, тоже выводят. А зря. Артикул в упор не вижу. А вот он. 539-28. Это носочки Лаври Момонт. Они там есть розовые. Так, тут овечки сиреневенькие. Такие тут тоже овечки. А одни без всего просто сиреневые. Но мне кажется, должны натянуть. Тут разные овечки. Сначала мелкие, потом крупные. А на других нет. Они достаточно теплые, эти носочки. Не, я думаю, пойдут хорошо должны быть. Налезут на ножку. Тянутся носочки хорошо. Они достаточно тепленькие такие. Вот они не тонкие, прям не светят. Хорошенькие сейчас на осень. Прям вот самое оно. Так, еще взяла трусики. Трусики взяла из детской линейки. Тоже 95 хлопок, 5 ластан. Артикул, девчонки. Модель. Артикул 510-091. Вот так выглядит упаковка. Она зип-замком. Мы брали уже трусики. Я и себе брала. И Ксюшке брала. Очень-очень нравится. Носится изумительно. Уже, мне кажется, больше года ничего с ним абсолютно не случилось. Это розынки. Такие ненешние. И размер я взяла прям какой-то большой. Потому что тот, который нужен не был. Я решила, что возьму лучше побольше. 158-164. Дети растут быстро. Смотрите, здесь три трусика. Ой, прям большие хорошенькие. Вот так выглядит. Здесь ничего не отлетает. Вот эта резиночка, которая, кстати, не ярче, чем вам камера. Камера вам их делает совсем бледными. Тут снеговички нарисованы. С вот этими резиночками. И с вот этими вообще ничего никогда не случается. Трусики прекрасно ведут себя при стирке. Просто замечательно. Никаких нареканий. Гигиеническая защита. Прекрасно выполнена ставица. Все замечательно. Все идеально. Так, вторые у нас со снежиночками. Вот такие тоже с бантиком. Они гораздо ярче, чем камера вам их бледнит почему-то. Так, и другие просто снеговичок один спереди. Такие хорошенькие. Класс. Так, девчонки, дальше что? Взяла себе контейнер. Вот такой контейнер с целью хранить продукты в холодильнике. У меня есть один уже такой маленький. Я брала на пробу. Мне очень понравился. Знаете, сколько контейнеров все равно не покупала в масс-маркетах, в маркетплейсах? Они лежат вот сухие, друг в дружке, и не накрытые. Крышками все равно воняют. И все равно воняют. Ну вообще. А вот эти нет. Поэтому я решила потихоньку собирать коллекцию, чтобы хранить продукты в холодильниках в нормальных контейнерах, с нормальным составом. Здесь он еще и антибактериальный. Объем литр 400 этого контейнера. Артикул 910-221. Сейчас мы с вами его вскроем. Вот эта подставочка еще есть и внутри. Иногда это бывает очень удобно. Иногда для некоторых продуктов. Воздушный замок. Такой удобный. Здесь очень прочный, качественный пластик. Он действительно очень прочный. Здесь просиликоненная крышка. То есть, если вы хотите соблюсти гермистичность прям полнейшую, прям практически как при засолке банок, вам это может удастся. Вот это вот еще в пакетике. Пластик, его очень тяжело даже вот так вот как-то надавить, чтобы согнуть. Он очень плотный, очень добротный. И даже вот новенький, он вообще не пахнет пластиком. И в процессе использования тоже. Мне безумно понравилось. Надеюсь, эти контейнеры не пропадут. Они не очень бюджетные, но они действительно стоящие. Такая подставочка. Здесь небольшие такие ножки. Опускаем. Кладем продукты, закрываем. Крышечка безумно плотно прилегает. Закрываем воздушный замочек. Можем не закрывать, по желанию. И все. Все замечательно, все прекрасно. Такой достаточно вместительный. То есть, допустим, если у вас остались котлетки там сужены, еще что-то хранить замечательно. Так, взяла новинку туши. Ну, как не новинку, а перевыпуск. Это у нас с вами главная роль, не главная роль. Я уже забыла, девчонки, что взяла. Посмотрите, пожалуйста, по артикулу. Я путаю название. Не овация. Да, по-моему, овация. Ваш Оскар и главная роль. У меня Ваш Оскар. Вот, я нашла. 502. 0,1 артикул. Мне раньше нравились эти туши. На самом деле, потом они пропали. Будем с вами обновлять впечатления, ощущения. Они приходят просто в коробочке. Уже нет этого такого велевого красивого чехольчика. Просто в коробочке. Информация вся на туши есть. Вот так красиво. И, знаете, какой-то флакон такой мощный. Мне кажется, тут объем туши большой должен быть. Долго искать не буду, девчонки. Но он прям такой вот, он внушительный. Давайте откроем, посмотрим. Завтра же буду тестировать. Ну, щеточка, мне кажется, даже самая какая была. Запаха, кстати, практически никакого нет. Даже косметической одушки вообще никакой не чувствую. Легкий такой запах обычной туши. Набирает туши мало. Посмотрим, переплюнет ли мою фёст-класс. Удался перевыпускать или нет. Так, дальше, что у нас с вами дальше. Дальше взяла побаловаться маску для волос Эксперт. Мне сыворотка это очень зашла. А маску я даже не помню, брала я её когда-то или нет. Потому что шампунь из этой серии доставляет мне жутчайший дискомфорт. У меня раздражение кожи головы и зуд. 1882 Артикул. Она должна у нас с вами быть питательной. Или восстанавливающей. То и то, наверное. На 3-5 минут написано носить. Но мне кажется, для любой маски это очень мало. Нужно подольше. Тут полбаночки. Такая густая маска, видите, даже не спадает. Аромат классный. Как аромату сыворотки. В этой линейке неплохой. Буду пробовать. Буду пробовать. Буду вам обязательно рассказывать. В баночках и в обзоре каталога. На этот раз взяла Добрый день. Который с добавлением молотого. И даёт лёгкий осадок. Я люблю и тот и тот. Они мне безумно нравятся. С ним я чувствую бодрость. Мне не хочется больше покупать кофе из магазинов. Потому что я не чувствую такой насыщенности и такого аромата больше от кофе из магазина. Поэтому плотничком подсели на этот напиток. 160-49 артикул. Он классный. Утро у нас без добавления молотого. А день с добавлением молотого. Так. Как повторила масс-стоп. Потому что очень полюбила этот баттон. Знаете, с ними как-то критические дни протекают комфортнее. Не знаю, как это по-другому описать. Чтобы это было ещё культурно. Просто комфортнее. 157-97 артикул. У кого грудь перед критическими днями болела. Девчонки многие писали, что вот это дискомфорт. И боли эти они ушли. Такие зелёные капсулки. Их здесь 60 штук. По-моему, по 2 мы пьём, если не ошибаюсь, до в день. То есть на месяц хватает. Классная вещь. У меня сейчас был месяц перерыв. Хочу повторить ещё. Взяла мыло для кухни. Устраняющие запахи. Мне понравилось снимать холодильник. Недавно девчонкам в Телеграм и в Дзене, по-моему, рассказывала. Капельку на тряпочку капаем. Протираем полочки. Всё в холодильнике. Свежесть, красота. Если был какой-то запах, он моментально устраняется. Мне нравится с ним мыть много чего. Доски, после рыбы и так далее. Действительно, мыло работает. 3215, по-моему, я сказала вам, экзотические фрукты. Мне кажется, аромат я давно не брала. По-моему, да. Действительно, экзотические фрукты. Такая нежная, приятная. А душечка нежная. Она не бьёт в нос. Поэтому в этом плане всё отлично. Так, ещё одна новинка такая лёгкая. Это у нас с вами баттер для кутикулы. 7713 артикул. Это тоже ничка. It's clear, веганская, так же, как и эта помада. То есть, всё у нас эко-эко-эко-эко-продукты. Кто за этим следит, да. Это масло-баттер для кутикулы и ногтей. Давайте вскрывать. Ой, какой маленький. Смотрите, как вазелин. Такая металлическая коробочка. Даже как звёздочка. Чуть побольше, чем раньше была звёздочка. По-моему, она такая же мягкая. Откручиваем. Легко откручивается. И здесь прям пол коробочки. Смотрите. То есть, вообще, невесомый совершенно продукт. В руках его веса не чувствую. Аромат какой-то странный. Вроде есть и миндальная какая-то отдушка. Но она какая-то сверхнатуральная. Слушайте. Без какой-либо сладости. Там ореховости. Такая вот прям чистая миндаль. Миндаль-миндаль. Ничего сладенького нет. По факту, вот, как баттер. Такое маслице, да. Видите, пальчик сразу влажный. Давайте нанесём. Посмотрим, как быстро впитывается хотя бы. А так потом расскажу. Вроде как удобно. Открывать удобно. Я всю звёздочку вспоминаю. Господи. И открывать удобно. И пользоваться удобно. То есть, пальчик окунул. Вот так вот всё разнёс. Хорошенечко, да. И посмотрим. Здесь средства немного. Это, то есть, на туалетный столик такую малышечку поставить. И перед сном кутикулу смазывать. А может быть, и ноготочки, если они... Такой запах интересный. Что-то напоминает, а что не пойму. Ну, миндаль понятно. Что-то ещё напоминает орехи какие-то. Но здесь нет никакой косметической одушки. Вот чисто натуральный аромат. Интересно. Слушайте, пока... Пока не впиталось. Вот если пальчиком распределить. Вроде хорошая, ухоженная, натуральная такая кутикула. Всё, как бы сухость убирает хорошо. Слушайте, даже вот по тому, как убирает сухость, мне понравилось больше, чем бальзам Love. Love, малышечка, вот это тоже. Потому что тут почему-то, чтобы убрал сухость, его нужно сидеть и втирать часами. А просто если нанесёшь, он мне не убирал сухость, да? Я его по-всякому и так, и сяк, и через косяк применяла, и так он у меня валяется. А здесь вот вроде, да, вот прям вот вроде сразу мягонько. Всё, мягенькие ручки такие, хотя до этого были сухие. Сухие прям кутикула у меня жутко сухая. Так, поехали дальше, мои хорошие. По-моему, у нас с вами практически одни новинки остались. Я взяла вот такой блестящий лак. Показывала вам, как делала маникюр с наклейками Фаберлика, блестящим лаком в Дзене, да? И взяла вот такой вот серебристый. Захотелось мне тоже для декора ногтей. Когда отрастают уже ногти, когда вы делаете их у мастера. И чтобы немножко спрятать вот эту отросшую часть, есть один лайфхак. Скоро в Дзене девочкам тоже обязательно покажу. Так, и дальше у нас с вами линейка Джамба Ума. Давайте начнём с масла. Вот такое маслице. Артикул, я вам не сказала артикул лака. Артикул лака 77,98. Маслице. Артикул 27,96. Детское масло для ухода и массажа. 0 плюс или нет? Да, 0 плюс для ухода и массажа. Вообще здорово. Давайте тестировать. Здесь распылитель. Плюётся так. Плюётся, струёй плюётся. Слушайте, никакой одушки. Вообще никакой одушки, ничем абсолютно не пахнет. Очень классно увлажняет. Слушайте, я буду себе его брать на после душа. Всё, не хочу никакой крем, ничего не хочу. На после душа, на мокрое тело, маслице и вперёд. По-моему, у нас здесь в составе с вами масло подсолнечника, если я не ошибаюсь. Без одушки, без красителей, без минеральных масел. Не используется СЛС и парабены для ежедневного применения. Состав, по-моему, неплохой. Если я не ошибаюсь, очень хорошо увлажняет. Слушайте, прям очень-очень хорошо. Здорово. На коже не ощущается. Не ощущается. Вот не ощущается. Нанесла и просто классно. Такой крутой увлажнение. Супер. Так, дальше поехали. У нас с вами нежный детский гель для очищения кожи и волос. Он у нас с вами тоже 0 плюс. Такая лаконичная упаковка. У прошлой детской серии был пластик подобротнее, покрепче. Может быть, и он и этот неплох. 27,93 артикул. И у нас здесь с вами тоже без одушки. Слушайте, а мне так нравилась одушка в той серии. Все-таки она есть. А у масла совсем нет. А здесь легкая одушка чистоты и свежести. Вот легкая-легкая. Не похож на прошлую детскую серию. Легкая одушка чистоты. Прям вот еле-еле-еле уловимая. Здорово, что есть дозатор. Это очень ценно. Значит, это у нас с вами гель для очищения кожи. Тоже для подмывания. Я думаю, можно применять гель прозрачный. И это не суть. Важно. А следующий детский шампунь плюс гель для душа. Он уже один плюс. Шампунь плюс гель для душа. Без одушки, тоже без красителей. Все то же самое. Слушайте, а почему тогда один плюс? Что-то сюда еще добавили, значит, наверное. Дизайн классный. Абсолютно такой же аромат, как у предыдущего средства. То есть еле-еле уловимый вообще носом. А душка чистоты, на мой взгляд. Вот так. Интересно. Слушайте, здесь у нас нарисована овечка, а здесь у нас нарисован зайка. Зайка-подмывашка для очищения кожи и волос. А это шампунь, гель для душ. Короче, одно и то же, мне кажется. Девчонки разлиты в разные бутылки. Честно. Только одно почему-то один плюс. Ну, смотрите. Нежный детский гель для очищения кожи и волос. Кожи и волос. И детский шампунь плюс гель для душа. То есть тоже волосы и кожа. Я не вижу смысла, какой будет дешевле. В каталогах такой я и буду брать, как я делаю, собственно говоря, с прошлой линейкой. И дальше у нас с вами крем. Здесь у нас уже сколько миллилитров? 50, по-моему, если я не ошибаюсь. Не вижу, не вижу. Артикул 2797. Тоже написано без одушки, без красителей. Не содержит парабены. Про СЛС ничего не написано. Ноль плюс... А, вот спириды для дураковой девчонки. 75 миллилитров. Здесь у нас с вами такой пингвинчик. Такая же запайочка, как была в прошлых кремушках. И упаковочки такие классные. Они переливаются, видите? Под разным освещением, разным цветом. Так. О, какой плотный, слушайте. Он гораздо более плотный, чем предыдущий крем. Предыдущий был такой водянистый. А здесь он даже, видите, выдавливается с усилием. Он плотный. Он прям такой, знаете, как паста. Здесь я не чувствую одушки вообще, как в масле. Он гораздо более плотный, нежели крем в предыдущей серии. Он прям очень плотный. Его надо втирать. Видите, какой он белесый. Вот когда размазывать его начинаешь. Это вот такая вот плотность интересная, слушайте. Но это крем под подгузник. Не забываем об этом. Поэтому здесь, скорее всего, что-то типа вот талька, да? Что тут у нас используют? Если предыдущий крем, он у нас не под подгузник был, а просто для ухода, то здесь у нас крем именно под подгузник. Поэтому он такой. Они все, как правило, такие кремушки. Они вот такие вот белесые, такие вот плотненькие. То есть здесь есть что-то типа такое ухаживающее за кожей, что не дает влаги, да, от подгузника соприкасаться с кожей ребенка. То есть защищает ее, покрывает. Да, да. Неплохой крем. Действительно неплохой. Так, давайте с вами по помадке смотреть. Свотч. Свотч легко с руки стерся рукой, но оставил след. Розовый такой. Розовый такой след. Слушайте, туалетной бумагой давайте попробуем стереть. Так, давайте попробуем пальчиком. Вообще сейчас все матовое и есть легкая липкость. Достанем с туалетной бумагой. Попробуем оттереть свотч. А, не оттирается. Слушайте, это тинт. Это никакая не кремовая помада. Не оттирается. Плохо вам, наверное, сейчас камера передает. Покажу потом. Не оттирается. Так и остался на руке. И давайте с губ стирать. Стирается. Но не все. Это тинт, девочки. Самый настоящий. Да. Остался розовый оттеночек такой. Приятненький. И оттерла. Вы видели. Все, что смогла, все оттерла. Давайте еще. Чуть-чуть еще оттерлась. Но оттенок все равно на губах остался. Прикольно. Слушай, цвет такой непритязательный. Ничего плохого о нем сказать не могу. Тогда поношу еще завтра как следует. Посмотрю, потестирую. И тоже тогда подробный свотч при естественном освещении. Подробный ролик. Коротенький, да. Сделаю в дзене на эту помадку. Ну вот стерла все. Теперь липкости никакой нет. Но в то же время остался оттенок. Причем он равномерный. Кто хотел приобрести кремовую помаду, нет, это не она. Пришел каталог. 16-й уже. Классный. Там у нас с вами будет розыгрыш. Это супер. Парфюм в подарок будет. Вообще сейчас акция потрясающая. Очень хочется что-нибудь выиграть. На этом все, мои хорошие. Ссылка для регистрации всегда под видео. Если вы еще не зарегистрированы, обязательно проходите, регистрируйтесь. Будем с вами общаться. Подскажу, помогу, все, чем смогу. Всех люблю, целую, всем пока.